Операция «Мотоциклист», стартовавшая на курорте, включает в себя сразу несколько задач. Первое – выявление водителей и пассажиров мототранспортных средств, причастных к ограблению банка «Народный кредит». Есть и ряд других задач – проверка водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. За первое полугодие 2014 года таких было около ста. Кроме этого, инспекторы дорожной полиции, проводя комплексную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, за нарушение правил с начала года составили более 900 протоколов на водителей мотоциклов и мини-мопедов. Традиционно, с наступлением лета, на дорогах количество двухколесной техники увеличивается в несколько раз, поэтому внимательными нужно быть и авто- и мотолюбителем. Самый распространенный вид аварии, связанный с мотоциклистами, когда водитель авто, мотоциклиста просто не заметил. Перестраиваясь или поворачивая, водители машин не ожидают увидеть в 20 см от себя мотоцикл, и в результате мотоциклист вместе с железным конем летит в кювет. Не видят и не пропускают. Ну, на самом деле, надо ездить, мне кажется, на мотоцикле так. Тебя никто не видит, никто его не уважает, никто не любит, поэтому надо смотреть в оба всегда, дабы не убить запрос или не убить кого-то. Шлем и панцирь спасают от ранений. Когда на большой скорости, уходя от столкновения, водитель кладет мотоцикл на бок и скользит на спине. Зная об этом, все уважающие себя мотоциклисты пользуются специальной экипировкой, а тех, кто ее пренебрегает, называют не иначе, как камикадзе. Камикадзе – это слишком ласково для этого человека, я думаю. Ну, просто он не думает ни о себе, ни о людях, ни о своих родных. Мы таких водителей сами же стараемся остановить, объяснить человеку, что пожалей сам себя, пожалей свою жизнь, это твоя же жизнь. Гибровка – это одно, наверное, из самых главных, так как это защита твоей жизни, это очень важно, потому что при попадании в ДТП это спасает жизнь. Мотошлем как? Это вообще-то даже не обсуждается, это естественно. Мотоциклисты, как правило, едут быстрее общего автомобильного потока и на скорости вылетают как раз из-за спины автомобилиста. Если во время движения вы увидели в зеркале несущегося мотоциклиста и хотите, чтобы разъезд с ним прошел безопасно, не предпринимайте никаких действий. Водитель мотоцикла уже просчитал все на много ходов вперед и спланировал обгон. Любой маневр водителя автомобиля может смешать карты и привести к ДТП. Байкеры – люди экстремального склада, поэтому лучше, держа их в поле зрения, не пытаться корректировать их стиль вождения. Не получится, да и аварии избежать не удастся. Действия на дороге должны быть прозрачными и предсказуемыми. Ну а если пришлось встретиться в пробке, позвольте байкеру проехать, и вам обязательно будут благодарны за сохраненную жизнь. Кстати, далеко не всегда спасибо – это кивок головой или взмах рукой. Многие мотоциклисты в знак благодарности отдергивают в сторону ногу.